Привет, мои дорогие зрители! Спасибо, что зашли на мой канал. Если вы у меня впервые, добро пожаловать! Меня зовут Полина. И здесь на своем канале я в основном говорю о парфюмах. Часто вместе с вами распаковываю свои новинки, говорю о любимчиках, делюсь первыми впечатлениями и эмоциями. И сегодня будет как раз такое видео. Вместе с вами я хочу распаковать новинки 2021 года и поделиться своими первыми впечатлениями. Я хочу распаковать новый Libre в версии туалетная вода от дома Yves Saint Laurent и новый Kenzo Flower, также новинки 2021 года. Если вам интересно послушать об этих ароматах, то оставайтесь со мной. Начну, пожалуй, с Libre. Я уже однажды о нем говорила и выставлю вверху ссылку, так сказать, о первых впечатлениях. Мое первое знакомство началось с этим ароматом вот с такого пробничка, который я полностью сносила, и он мне очень понравился. О чем же этот аромат? Во-первых, у него очень известные парфюмеры Анна Флиппо и Карлос Бенаим. О чем же этот аромат? Аромат о флёрдоранже, аромат о мускусе, о лаванде, немножко лаванды здесь. О зелёном чае, о жасминовом чае, о жасмине. И на фрагрантике это не указано, но это указывается в пирамиде на официальном пробничке. Здесь указан также аккорд белого чая, и это отличает его от флагмана. Я не могу сказать, что вот в этом маленьком пробнике я могла распознать именно аккорд белого чая, потому что я, признаюсь, не являюсь знатоком белого чая. Но я очень хорошо чувствовала жасмин, жасминовый чай. И о чем же этот аромат? Давайте его распакуем и освежим впечатление. Потому что пробник закончился у меня быстро, но, судя по пробнику, я могу сказать, что стойкость у него была. Потрясающе. Диффузия была прекрасная, то есть шлейф от него был хороший. В общем, по техническим качествам этот аромат был на высоте, несмотря на то, что это Eau de Toilette. Сравнивая его с оригинальной версией, у меня нету пробника, но по памяти, что мне приходит в голову, это то, что версия Eau de Toilette менее сладкая и более свежая. И во флагмане мне как-то серьезнее слышалось нота лаванды, что, в общем-то, не очень мне нравилась бутылочка. Здесь, конечно, просто выше всяких похвал. Это, наверное, одна из самых красивых бутылочек, которые я держала в своих руках в последнее время. Потому что вот здесь, не знаю, видно ли на камеру, такая вымочка. Очень красивая эмблема Yves Saint Laurent. Вот такая золотая здесь тесьма. В общем, бутылочка потрясающая. Ну что же, вот этот волнительный момент. Очень мне нравится. На старте заметные цитрусы, ну потому что здесь и мандарин, и бергамот заявлен. Когда аромат немножко успокаивается, оседает, небольшая нотка, еле слышная нотка лаванды чувствуется. И проступает жасмин, жасминовый чай, зеленый чай. О чем этот аромат? Это, конечно, аромат контрастов. Здесь контраст свежести и сладости. Контраст терпкости и мягкости. Свежесть жасмина и сладость флёрдоранжа. Здесь свежесть и терпкость лаванды, и сладость, и такая мягкость белого мускуса, и какого-то цветочного мёда. Вот сладковатая нота каких-то цветочных ароматов. Открытие у него интересное, с цитрусом и такой мыльной ноткой. Но нужно дать ему осесть, чтобы почувствовать нежный, в то же время терпкий, стимулирующий, мотивирующий чай. Аромат прекрасный на весну, на лето, на дневное нанесение, на будничную носку. Это, конечно, не вечерняя версия. Тут нету никакой тонности, тут нету никакой вечерней интенсивности. Это хороший дневной, будничный, офисный аромат. Очень интересный, очень приятный, носибельный. Мне кажется, он будет хорошим подарком. Также это безопасная покупка вслепую, так как здесь нету ничего, что может оттолкнуть и не понравиться, или как-то раздражать. В общем, прекрасный, интересный аромат. Аромат контрастов, аромат свежести, аромат небольшой сладости, аромат с ярким, заметным, замыливающимся мускусом, аромат о чистоте, о свежести. Прекрасный, чайный, освежающий аромат. Очень я рада, что он у меня появился, и что мне прислали вот такой пробничек. Иначе, думаю, что в наших условиях локдауна и не попробовала бы я его, и недооценила бы его. Это был новый Libre au de toilette от Yves Saint Laurent. Идём дальше, и давайте откроем с вами легендарный кинзо. Что хочется сказать про этот аромат? Вообще, вот эти два аромата объединяет то, что это фланкеры очень известных флагманов. Что Libre в своё время наделал много шума, стал очень популярным. И у Libre уже есть фланкер Libre Intense. Ну, кинзо-флаург тоже не знает эту красивую, потрясающую бутылочку с маком. Создан в 2000 году. Сначала версия Eau de Parfum, потом Eau de Toilette. У них схожие, в общем-то, были ноты. Там и фиалка, и цитрусы. Была такая красивая флоральная пудра. Этот аромат мною был на бегу, в попыхах затестен в магазине. Он мне понравился, но эта покупка, можно сказать, полуслепая, потому что не было у меня никакого пробника, и не смогла я его хорошенечко разносить. Но поскольку он произвёл на меня впечатление, я решила его заказать. Пирамида здесь отличается значительно от флагмана Eau de Parfum, и значительно также отличается от версии Eau de Toilette. Также известный у него парфюмер Альберто Морелес. Что же заявлено в пирамиде в новой версии Flower? Это на верхах. Сицилийский лимон, мандарин, личи и имбирь. Таких нот и в помине нету в предыдущих версиях. Ноты сердца. Здесь дамасская роза, розовая вода, мимоза, ромашка. И база белый мускус, амбра, ваниль, пачули. Тоже давайте вместе с вами распакуем и посмотрим. По памяти могу сказать, что, конечно, я уловила ДНК предыдущих версий Flower, но этот аромат всё-таки самобытный, и этот аромат всё-таки на них не очень сильно похожий. Очень, конечно, красивый красный цвет, как красный мак. Ну и сама красивая, симпатичная бутылочка. Вот такая вот у меня элегантная тридцаточка. Давайте его нанесём и посмотрим вот этот волнительный момент. Очень деликатный аромат. Нежный цитрусовый старт. Деликатная роза. Вы знаете, я чувствую ромашку, но она заявлена. Вот какая-то травянистая нотка, какая-то припудренность пыльца мимозы, но это аромат не о пудре. Как я уже сказала, ДНК с предыдущими версиями прослеживается, но это всё-таки аромат самостоятельный. И если бы я не знала, что этой серии Flower, я при слепом затесте, я бы и не угадала. Очень деликатный, очень свежий, очень ненавязчивый. Я думаю, что он прекрасно подойдёт для носки в офисе. Для меня это важно, как вы уже, наверное, не раз слышали. Я думаю, что это будет хороший вариант на весну и на лето, на жаркие дни. В нём присутствует освежающая нотка. Аромат интересный. Я думаю, что стоит с ним познакомиться и даже не почитателям Kinzo Flower. Мне кажется, они изменили пирамиду как раз-таки для того, чтобы привлечь новых клиентов к этому аромату, которым не очень подходил изначальный Flower с его явственной, для кого-то олдскульной такой пудрой. Здесь такого нет. Пудра я как таковой здесь не чувствую. Конечно, интересно будет посмотреть, как он повезёт себя через некоторое время. Какая-то терпкость здесь слышится. Пыльцовость и немножко терпкость. Это тоже аромат о белом мускусе, о чистоте, о каком-то ненавязчивом уходовом средстве. В общем, довольна я, что он у меня появился. Я бы, конечно, вот при первом впечатлении я не могла бы сказать, что это какой-то шедевр или уникальный аромат, или аромат, который запомнится мне навсегда. Но это интересная, свежая водичка. Вот сейчас я ловлю какую-то лёгкую помадность в этом аромате, как будто бы это свежая, приятная, современная помада. Ни в коем случае ни бабушкина, ни мамина помада, ни помады советских времён, кто их помнит с такой интенсивной, заметной помадной нотой. Современная помада, современная кремовость. Я не чувствую здесь колкости имбиря, я не чувствую здесь какую-то кислинку личи. Но все это в комбинации. Спустя вот некоторое время даёт какой-то кремовый аккорд, небольшой помадный аккорд. Мне это нравится. Кому нравятся косметические ароматы, вот этот, я думаю, что не пудровый, а больше в сторону помады. Хотя, конечно, представления о помадных ароматах у всех разнятся. Но, как я уже сказала, это для меня современная помада. Ну что же, это были новинки 2021 года. Я их рано или поздно включу в свою парфюмерную ротацию и также поговорю о них в каких-то тематических видео. Буду о них ещё рассказывать, как они себя ведут в разную погоду, об их технических характеристиках. Ну что же, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно почитать ваши комментарии, успели ли вы попробовать эти ароматы, как вам нравились их флагманы. Также мне будет приятно, если вы поставите лайк. Ну, это, в общем-то, как все блогеры просят об этом. Это важно для моральной поддержки. Также буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Пока!